Работают над собой и своим телом. Сейчас многие люди, социальные сети и общество навязывают нам культ идеального тела. В погоне за ним некоторые прибайкальцы готовы принимать опасные препараты. Тему продолжит Олег Фёдоров. Всё это анаболические стероиды. Препараты, которые предназначены для пациентов с онкологией и тяжёлыми травмами. Они помогают набрать массу и восстановиться. Но в какой-то момент бездумно принимать их стали не пациенты больниц. Всё из-за желания создать фигуру мечты. Возможно, этого и хотели жители Прибайкалья. Спортсмен-любитель и его супруга, когда заказали себе препараты из Казахстана. Но посылки сначала попали к иркутским таможенникам. Специалисты насчитали там 200 таблеток, 4 флакона и ампулы с жидкостью. Хотя на одной из коробок было написано «гели для ногтей». Экспертизой подтверждено, что в таблетках, жидкости во флаконах и ампулах содержатся сложные эфиры тестостерона, балденона, ландролона и иные сенодействующие вещества. По данным фактам уркутской таможни возбуждены два уголовных дела по части 1 статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Стероиды, которыми увлекаются некоторые спортсмены и бодибилдеры, с 2003 года запрещены для свободной продажи. За незаконные обороты анаболиков можно получить тюремный срок до 8 лет, а за покупку в интернете – до 7. Законно их получить можно только по рецепту. Если их принимать без назначения врача, то последствия для организма могут быть плачевными. Даже при краткосрочном применении возможны простые, казалось бы, побочные эффекты, такие как угревая сыпь, снижение выработки тех гормонов, которые отвечают за настроение. То есть это возможны изменения настроения, нарушения функции печени, изменения эректильной функции у мужчины, возникновения неприятных изменений, связанных с менструальным циклом у женщины. При длительном применении и вовсе возможен летальный исход. К счастью, в последние десятилетия в спорте наблюдаются положительные изменения. В культуризме и силовых видах спорта теперь ценятся показатели, когда человек добился впечатляющих результатов без препаратов. Сейчас за этим пристально следит национальная антидопинговая организация. Мы говорим всегда на семинарах, что быть аккуратным, даже элементарные какие-то препараты, витаминчики, какие-то там, скажем так, БАДы так называемые, там тоже надо быть осторожным, особенно спортсмены среднего, высокого уровня, тоже должны понимать, что здесь нужно быть осторожным. Вот и все эти вопросы, работать все, досмотреть списки, не просто так вот, что попало, без согласования врача, не понимать. Принимать что-либо без консультации с врачом крайне опасно. И в погоне за идеальным телом, которое нам навязывают в обществе, можно просто лишиться здоровья. Красивая картинка этого явно не стоит. Олег Федоров, Павел Рютин, новости по будням.